Дорогие друзья, здравствуйте. В прямом эфире для вас программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. Наши режиссёры Николай Слепцов-Айдын и Мария Сунхалырова. А в нашей студии гости. Татьяна Алёшина, заместитель директора Республиканского методического центра психолога педагогического сопровождения Министерства образования Республики Саха-Якутия. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. И Татьяна Ефремова, лейтенант полиции, сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха-Якутия. Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. И с учётом того, что я назвала ваши профстатусы, очевидно, понятно, что в ближайшие 40 минут мы будем говорить о том, как обстоят дела в нашей республике, в нашем городе с наркоконтролем. Не хочется слово говорить наркооборотом, но тем не менее. И какие мероприятия проводятся, чтобы уберечь и взрослых, и детей, особенно подростков, которые всё-таки попадают в категорию риска в этой теме. Ну и, наверное, первый вопрос о том, как, если мы будем опираться на статистику, на сегодня обстоят дела с наркоконтролем в нашем городе, в нашей республике. Татьяна, вопрос к вам. В целом, по республике Саха-Якутия наркоситуация стабильная. По данным Министерства здравоохранения по республике Саха-Якутия... Микрофон чуть-чуть поближе. Вы можете к себе чуть-чуть поближе. На 1 января 2023 года на территории республики зарегистрировано 1513 потребителей наркотиков. Это же очень много. Да, в сравнении с предыдущим годом количество наркопотребителей сократилось на 9,5%. Но в силу природных и климатических условий наркосодержащие растения произрастают в Якутии в небольших количествах. В связи с этим практически все наркотики поставляются из других субъектов Российской Федерации. И Якутия, значит, входит в число регионов с наименьшим удельным весом наркопреступлений. По сравнению с Россией, получается, с другими регионами. С одной стороны, какой-то плюс того, что мы все-таки удаленно находимся. И мы не центральные города, такая периферия. В этом нам везет. Если я обращусь к своему опыту, как к подростку советского периода, прошлого века, и вспомню вообще, что я знаю про наркотики. Я, наверное, скажу о том, что я знаю, что да, это очень вредно для здоровья. И это убивает все жизненно важные органы. Если мы будем говорить о наркотиках, отсюда вынимая алкоголь. Хотя алкоголь, он же тоже наркотик. Но каких-то таких, которые мы привыкли уже считать наркотиками вещества. Вызывает зависимость. Да, вызывает зависимость, серьезные проблемы со здоровьем. Хотя алкоголь тоже, наркотик тоже вызывает серьезные проблемы со здоровьем. И я знаю то, что если ты попробуешь какой-то наркотик, то ты можешь с первого раза сразу же стать зависимым от него. Совершенно верно. Еще я знаю, что есть те, кто продают наркотики, и наркоделеры, и те, кто их покупает. И что одни не всегда употребляют наркотики, те, которые из первой группы. Но они их продают и манипулируют теми людьми, кто уже подсел на вот такую вот зависимость. И то, что употребляя наркотики, люди продают абсолютно все, остаются совсем без ничего, остаются беспомощными. И в конечном итоге настолько беспомощными, что ситуацию они не могут вернуть, и нет точки возврата. Вспять не повернешь. Да, не повернешь. Вот это вот все, может быть, это мои познания абсолютно минимальные, но это то, что мне помогло в моей жизни никогда не пробовать наркотики. Алкоголь я пробовала, конечно, в то время, наверное, все, кто мои ровесники, мы как-то от этого, ну, я не помню, чтобы кто-то от этого ушел, все равно были какие-то компании, и это присутствовало. Сегодня я и алкоголь не употребляю совсем. Но наркотики удалось избежать. На сегодняшний день какая информация для детей, для подростков, на ваш взгляд, является вот такой вот определяющий их путь, чтобы они тоже, допустим, как я, да, как-то испугались, может быть, да, как-то обезопасили себя тем, что просто в эту тему, ну, как-то не касаться ее, да. Тем более, что на сегодня ведь наверняка мы все знаем, что и количество наркотических веществ их больше, и они как будто бы доступнее. И даже есть такой вот миф, что какие-то из них, они не так вредны. И как будто бы наркотики есть на любой там вкус, на любой кошелек и так далее. Хотя это звучит очень так. Здесь, наверное, я отвечу, да, Татьяна? Позвольте. Ну, вообще, какие занятия проводятся в школах на сегодняшний день? Вообще, если рассматривать образовательную организацию как отдельный организм такой, да, вот определенного района, там, города нашего или республики, в частности, мы можем сказать, что потребность в здоровом образе жизни у нас очень фундаментальна. Да, еще первый президент нашей республики, Михаил Ефимович Николаев, он очень акцентировал именно на здоровье населения. И вот благодаря ему в нашей республике, в первом из наших регионов, Российской Федерации, здоровье вышло вот именно в системе образования, как ведущим, таким, знаете, ведущим звеном по воспитательной работе. И вот в каждой школе у нас работает постформирования здорового образа жизни. В каждой школе. И вот благодаря этой работе, системной работе, порой незаметной работе, да, каждый педагог со своими детьми отрабатывает определенный цикл мероприятий. Я хочу примеры. Я даже не знала, что такие посты существуют. Вот, вот видите. Из кого они состоят, что они делают. Вообще, что такое постзож, да? Это, естественно, общественное формирование, да? Это общественная нагрузка педагогов. Но при всем при этом они делают очень большую работу. Во-первых, у нас есть утвержденный нормативный документ. Это постановление правительства нашей республики от 2013 года. И вот благодаря этому документу все наши школы четко следуют определенному плану. И вот в этом плане очень хорошо разнообразно, ну, представлены мероприятия для родителей, для педагогов и для детей. И вот привлекаются специалисты здравоохранения, привлекаются представители общественных организаций, которые работают с детьми, например, по пропаганде здорового образа жизни. Для детей проводятся очень хорошие тренинги на уверенное поведение, да? Как мы психологи называем, ассертивности, да? Мы обучаем детей ассертивности. То есть это тот навык, который помогает сказать «нет», когда вот подростку подойдет кто-нибудь там или знакомый, или чужой человек и предложит что-то вот соблазнительное, да? Ну и, конечно же, с родителями, потому что, ну, чего греха таить, наши родители сейчас очень мало уделяют времени для самообразования, да? Мы приходим с работы домой, берем сковородку в руки, да, там по ходу дела крикнул ребенку «как дела?» И, в принципе, вот родительские всеобучи помогают вот эту нишу заполнить, потому что кто первый замечает изменения в ребенке, это родители. И вот насколько мы близко с родителями сотрудничаем, ну, я имею в виду мы, это система образования, да, настолько у нас вот эта вот планка по раннему выявлению, она выше. Ну, здесь, наверное, вот по образованию, наверное, все. Вот, Татьяна, что меняется после того, как вот родители пройдут вот этот вот обучь, да, что меняется, что они приобретают? Потому что у них же образ жизни не меняется, они также приходят с работы, им также нужно взять сковородку, приготовить еду, потребности самые важные. Здесь, Светлана, спасибо за вопрос, здесь меняется, знаете, само отношение к ребенку, то есть я как родитель осознаю изменения, улавливаю. Вот мы даем, допустим, на этих все обучах визуальные маркеры поведения, то есть у ребенка тускнеет взгляд, ребенок становится неопрятный. Зрачки. Ну, естественно, какие-то посторонние запахи от одежды, там, расширенные зрачки, там, я не знаю, бардак в комнате, да. В поведении могут быть. В поведении, да. Но это если вдруг изменилось, потому что ребенок, он может быть сам по себе такой. Знаете, при употреблении психоактивных веществ очень сильно меняется поведение. Ну, это вот на 99% изменения сразу в поведении мы видим. Просто ребенок мог всегда жить в бардаке и быть унылым, например, там, ну, не таким радостным. Ну, и еще второй момент, который мы всегда говорим, смотрите на школьную успеваемость. Как только начинает снижаться успеваемость, значит, у ребенка появилась проблема. Это такой негласный крик о помощи. То есть вот если родитель привык, что у ребенка всегда твердое 4, и здесь у него на определенный период 3, 2, и все ниже и ниже, здесь нужно уже обращаться к специалистам. К сожалению, наши родители самостоятельно проблему наркомании пока решить не смогут, да. Поэтому здесь нужны специалисты в виде педагога-психолога, ну, консультация нарколога, если подтвердились какие-то вот опасения, да. Поэтому здесь нужна команда. И вот на таких собраниях мы обучаем, говорим родителям о том, что не нужно бояться наркологов, не нужно бояться психологов. Это не люди, которые стараются вас как-то, ну, уличить, что вы неправильный родитель, да, а именно в том, что показать, что есть другой способ воспитания. Пожалуйста, потренируйтесь, и увидите, что проблема может решить. Поэтому вот такие вот моменты тоже есть. И вот в наших школах действительно мы единственный регион по всей России, где вот посты ЗОЖ очень хорошо работают. Хоть их надзорные органы не очень любят, да, и бывают замечания в адрес определенных муниципальных образований, что там формальный подход, но на самом деле заметно ситуация меняется. Это вот тот, знаете, системный опыт, который мы можем транслировать даже вот на уровне Российской Федерации. Поэтому вот даже вот коллеги из МВД подтвердят, когда приезжают федеральные эксперты, всегда очень живо такой интерес возникает вот к такой нашей вот республиканской изюминке, можем сказать. К родителям еще давайте потом вернемся. Я хочу вот Татьяне дать слово. Мы, конечно, сказали, что мы удаленно находимся, да, и вроде бы как можно немножко выдохнуть, но тем не менее статистика говорит о том, что не все хорошо, и расслабляться вроде бы как не стоит. Ну да, ну у нас, в общем, в целях снижения уровня наркомании и наркопреступности на территории республики проводятся профилактические акции, операции. Это очень важный инструмент антинаркотической политики, который направлен на взаимодействие с гражданами и способствует повышению уровня доверия к органам внутренних дел. В этом году сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков организовано и проведено 171 профилактическое мероприятие. И ежегодно проводятся такие акции, как сообщи, где торгуют смертью, призывник, Международный день борьбы с наркоманией, а также операции МАК и Дети России 2023. На данный момент на территории республики проводится межведомственная комплексная операция «Дети России», целью которой является формирование у детей, подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, профилактики наркомании и связанной с ней преступности. Например, только в период проведения акции сообщи, где торгуют смертью, на телефон доверия поступило 93 сообщения о совершении преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Как должен себя, на что должен вообще и должен ли там, да, как хорошо бы, чтобы какие-то неравнодушные жители нашего города и нашей республики обратили внимание на то, что может повлечь за собой вот незаконная, да, вот эта вот, ну, продажа наркотиков, да, вот вы сказали звонки о том, где живет смерть, где продают смерть, да? Сообщи, где торгуют смертью. Сообщи, где торгуют смертью. Ну, вот иногда вот видишь там на заборе что-то написано, название какого-то химического препарата и телефон, да, это является тем, на что нужно обратить внимание и набрать телефон полиции, да, и позвонить и сказать, что по такому-то адресу есть такое. Да, по этим надписям и объявлениям у нас работа налажена с администрацией города Якутска и направляются, значит, письма о том, что по такому-то адресу на фасаде здания есть объявление и нужно, в общем, закрашивать фасады. Это тогда уже привлекается управляющая компания, да? Да, управляющая компания, да. Какие еще ситуации могут быть такими звоночками для жителей города, жителей республики, на которые стоит обратить внимание и позвонить в полицию? И не будет ли такого, что человек, например, позвонил, а потом получилось так, что вроде бы какой-то ложный вызов, потому что, в принципе, ничего страшного? Нет. И у человека, который позвонил, будут проблемы? Ну, в общем, если вы чувствуете специфические запахи, неадекватное поведение, шум, конечно же, обязательно позвоните в дежурную часть МВД по республике Саха-Якутия, либо телефон доверия и сообщите о заявлении, в общем, подайте, да, и сотрудниками полиции будет проверено это заявление, и это все анонимно и конфиденциальность гарантируется. А что еще, какие ситуации? Допустим, если кто-то почувствует запах, находясь в квартире, какой-то странный, специфический запах, и тогда ему стоит что, написать на соседей, что проверили соседей, но тогда и с соседями отношения можно испортить, а тебе там еще жить и жить, и вдруг это опять какой-то будет ложный вызов. Еще раз повторюсь, что... Ну, вот здесь, наверное, я не соглашусь со Светланой все-таки. Здоровье, свое здоровье и здоровье своих близких, оно прежде всего, мне кажется, лучше перестраховаться и позвонить в дежурную часть или в анонимный телефон доверия, да, где действительно уже компетентные органы проверят ту или иную квартиру, и действительно может быть там притон, да, где собирается молодежь, и где вот эта пагубная привычка, она распространяется вот в молодежной среде и наносит непоправимый ущерб здоровью. Как физическому, так и психическому. Поэтому, мне кажется, тут лучше бдительным гражданам проявить сознательность, да, и все-таки обратиться за помощью вот в части доведения информации вот через телефоны доверия. То есть надо быть внимательными и к своим близким, и к тем, кто находится вот с тобой в какой-то каком-то радиусе, да, таком, к соседям, к тем, кто рядом живет, к тем, кто рядом работает, да, и, ну, опять же, испортятся все отношения. Нет, ну, позвучиваться, кто именно подал заявление, там же не будет там. Ну, а люди же догадаются все равно, там, где же самые соседи, кто еще может унюхать соседей. У нас такие большие многоквартирные дома, мне кажется, здесь, ну, нужно будет экстрасенсорные данные иметь, чтобы четко вот выявить. Ну, вообще, на самом деле, эта проблема очень актуальна на сегодняшний день, поэтому, мне кажется, действительно, если мы даже одно преступление вот пресечем, звонком своим, мне кажется, плюс один к армию нам зачтется, потому что все-таки хоть... Можно спасти чью-либо жизнь. Да, чью-то жизнь. Да, пресечь преступление. Потому что вот в таком угаре наркотическом совершаются вот противоправные деяния, и уже там маховик обратно не отмотаешь. Ну, это на самом деле страшно. Я вот иногда вижу подростков, да, я, честно говоря, побаиваюсь вот эту вот прослойку, потому что как раз-таки они же являются группой риска, они много что пробуют, да, сложный возраст. И иногда смотришь, ребёнок себя, подросток, немножко странно ведёт, да, ну, или не немножко, он просто себя странно ведёт, запах алкоголя при этом рядом ты не чувствуешь. Конечно, первая мысль, что ребёнок, он под воздействием какого-то химического вещества. Что в этой ситуации делать? Вступать с ним в какой-то диалог, пытаться там его задержать, снять на видео, конечно, нет, никто, ну, вряд ли кто-то, да, начнёт, если он там никак, ну, агрессирует, может быть, ну, в рамках дозволенного. Ну, что в такой ситуации ты сделаешь? Позвоните его в полицию, но он уйдёт, что же не водишь, что костьми ложится, чтобы он где-то там остался. И ты просто абстрагируешься, отходишься и стараешься как-то себя обезопасить от такого контакта. Ну, может быть, это и не только подросток, да, может быть, речь и о взрослом человеке, там, допустим, в общественном транспорте себя, в каком-то торговом центре человек себя может вот так вот вести. Ну, и тоже ты же не будешь с ним вот непосредственно как-то вступать в какую-то схватку, задерживать его. Ну, моё мнение, всё равно надо быть, наверное, бдительными. И при подозрении, например, на потребление наркотических средств, это же признаки расширенной зрачки, неадекватное поведение, всё равно нужно звонить в компетентные органы. А ещё же можно перепутать вообще с каким-то психическим заболеванием такого человека? То есть, да, похоже, нет алкоголя, да. Да, ну, в любом случае, смотрите, если есть какие-то, ну, скажем так, несанкционированные сборища молодёжи, там, в торговых центрах, в подъездах, да, ну, то есть, в принципе, через телефон доверия возможно звонок сделать, да, ППС же город патрулирует, поэтому они, в принципе, могут по обращению проехать, просто, ну, посмотреть, в каком, ну, как раз, да, проверить сообщение и действительно выявить, в каком состоянии дети находятся или там молодёжь находится. Поэтому особые такие вот места скопления вот молодых людей, они уже нашим правоохранительным органам известны, поэтому, ну, вот, определённые рейды даже вот в рамках вот этой межведомственной операции «Дети России» проводятся. И, ну, вот, опять-таки, бдительность граждан, конечно. Ну, и вот вы спрашивали, да, как пройти мимо. Ну, вот, я всегда спрашиваю, например, у тебя всё в порядке? И когда вот там разговор вроде как начинает склеиваться, тогда вот видно уже, или ребёнок дурачится, у него хорошее настроение, да, или он действительно там... Ну, а если он вам нагрубит, и вы увидите, что не всё в порядке? Ну, вот здесь, тут, конечно, вот... Ну, как-то сложно, да, вроде как и вставать в противостоянии, как-то быть врагом, да, этому ребёнку как-то изначально, да, там, на него жаловаться, там, ещё что-то, как-то вроде как и не хочется. И в то же время ты понимаешь, что ты не можешь быть полностью ответственен за его судьбу, да, там, как-то, не знаю, как будто бы очень сложно... Ну, для меня, например, сложно найти правильное... Такие вопросы, они действительно сложные, и вот здесь, наверное, правильного или единственного верного решения, наверное, быть не может. Чисто моё личное мнение. Ну, да, наверное, тут уже кто как решит сам... Тут уже от гражданина, да, зависит. Для себя, да. Дорогие гости, мы сейчас привёмся буквально на короткие 4 минуты, и затем снова вернёмся в прямой эфир и продолжим говорить о том, как защитить себя, организовать себе безопасное пространство, себе и своим детям. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Программа «Якутск сегодня» для вас в нашей студии. Татьяна Алёшина, заместитель директора Республиканского методического центра психолога-педагогического сопровождения Министерства образования Республики Саха-Якутия. И Татьяна Ефремова, лейтенант полиции, сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха-Якутия. Мы говорим о том, какие мероприятия проводятся для жителей города и для жителей республики, чтобы не терять бдительность в этой теме и чтобы защитить и себя, и своих детей от какой-то провокации в этой теме. И в первом блоке мы говорили о том, что ваш центр помогает родителям быть более внимательными к проявлению, которые могут быть последствиями употребления наркотических средств, к проявлениям у своих детей. И я вас немножко прервала на том, что, допустим, родители увидели, что у ребёнка изменилось поведение, у него стали какие-то проблемы появляться с обучением в учебном процессе. Родители это заметили. Следующий шаг. Вы сказали, что нужно обращаться к специалистам. Кому нужно сразу подойти? Это будет классный руководитель? Или же сразу нужно идти как-то к врачу? Ну, и вы сказали, что родители, есть такая реакция, что родители вроде бы как боятся обращаться за помощью, но боятся ведь и дети тоже, и если даже родитель, он, например, решит, скажет, что нужно, да, я сам не справляюсь, признается себе, слава богу, и пойдёт к специалистам, то ребёнок может не заходить. Если речь о подростке, которому 13, 15, 16 лет, то его мнение придётся учитывать и как-то его настраивать на эту волну. Что вот с этим делать, с такими ситуациями? Какой алгоритм? Ну, вот здесь у нас очень хорошее решение есть, да, у нас есть единая методика, которую мы проводим ежегодно. Это единая методика по социально-психологическому тестированию. Как раз-таки начинается нижний порог возраста, это 13 лет. То есть с 13 лет все детки каждой школы проходят осенью тестирование. Тестирование очень объёмное по количеству вопросов, но оно очень информативное для специалистов, да, и чем хорошо это тестирование, оно показывает проблемные поля у ребёнка. То есть показывает его минусы, скажем так, ну, чтобы нас понимали слушатели наши, да, и показывает его ресурсы. То есть ещё один плюс этой методики какой? Каждый родитель, он получает обратную связь. То есть вот смотрите, если мой ребёнок прошёл тестирование, я как родитель имею право прийти в школу и попросить у своего психолога результаты. То есть вот здесь вот результат тестирования знает три человека. Сам ребёнок, потому что ему по завершению теста сразу система даёт обратную связь. Он говорит, там, твоя психологическая устойчивость там средняя, да, тебя могут спровоцировать там над какие-то конфликтные ситуации, там, такие-то люди, да, мы хотим пожелать или порекомендовать тебе там обратить внимание на то-то, 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 да. Родитель получает тоже обратную связь, но уже от специалиста. То есть психолог формирует такую небольшую характеристику по результатам этого тестирования, сохраняя тайну, да, между ним и ребёнком, и говорит только родителю, допустим, мы рекомендуем вам обратить внимание на совместное времяпрепровождение. Пожалуйста, запишите его в какую-то секцию, да, где вот он мог, допустим, найти какой-то адреналин. И третий момент, да, вот результаты этого тестирования знает директор в статистике. То есть вот, допустим, я как директор школы получил в октябре по завершению определённые результаты, я могу с этими результатами просить помощи у своих социальных партнёров. То есть это может быть комиссия по делам несовершеннолетних, это может быть здравоохранение, это может быть какая-то общественная организация, которая занимается, ну, пропагандой здоровья, да, или какого-то определённого вида спорта. И вот, уважаемые слушатели, зрители, да, не всегда образование может решить эту проблему, потому что проблема наркомании, она очень серьёзная, и она должна решаться вот как раз таки межведомственными силами. И вот это тестирование, которое проводит Министерство образования, вообще в тестировании, вот эта единая методика, она во всех регионах одинаковая. То есть дети нашей республики пишут такой же тест, как дети из Москвы или Калининграда. То есть они абсолютно одинаковые вопросы, и наши дети имеют тот ресурс, допустим, в лице своих одноклассников, родителей, чтобы изменить ситуацию. Ну, здесь образованию нужна помощь, помощь наших коллег из системы профилактики. Поэтому вот ежегодно, я хочу, чтобы все родители меня услышали, ежегодно этот тест детьми с 13 и старше проводится. Как бы не опоздать до 13-ти, да. Ну, вот статистика говорит о том, что как раз критический возраст с 13 лет, когда период первых проб начинается, да, и вот мы как раз вот захватываем. И второй этап данной диагностики – это профилактические медицинские осмотры. То есть все детки определенной школы выходят на профилактический медицинский осмотр уже к наркологам, которые тоже там по своему определенному нормативному документу, они проводят осмотры. Не нужно их бояться, это просто медицинский осмотр. Сейчас мы все эти медицинские осмотры проходим. И вот хотелось бы сказать, что вот на протяжении уже 10 лет, которые мы проводим, вот такой симбиоз психологического тестирования и медицинского осмотра, ну, еще физически положительного результата употребления наркосредств не подтвердилось ни у одного ученика. Поэтому вот эти вот наши системные мероприятия в образовании… Это говорит о том, что у нас все хорошо, или что этот метод не очень эффективен в поиске? Нет, ну, это вообще-то говорит о том, что вот этот метод, он является сдерживающим профилактическим инструментарием. То есть каждый ученик, он знает, что он напишет сначала тест, а потом пойдет на медосмотр. То есть вот это наш, ну, как бы, ну, как вы говорили, как подросток я боялся, да, определенных последствий. Да, вот наши дети, они тоже вот, зная, что за какую-то провинность последуют некие такие санкции, да, поэтому вот здесь вот это тестирование, оно помогает, во-первых, раскрыть его ресурсы, чтобы помочь ему в решении его же проблем. И вот все-таки сдерживающий момент для экспериментирования в употреблении любых психоактивных веществ. Я не говорю, что это только, допустим, какие-то наркотические средства. Я когда себе говорила, я хотела сказать о том, что я не столько боялась какого-то там каких-то проблем с законом, я вообще как будто бы об этом не думала. Я боялась того, что я буду, ну, болеть, я буду себя плохо чувствовать, я буду себя убивать. Я вот этой беспомощности боялась, что я не смогу потом никак вот изменить эту ситуацию. То есть я стану практически донором вот этих наркодилеров, то есть я буду все отдавать. Вот меня вот это больше всего пугало, что я не смогу взять свою жизнь под контроль, свои руки. То есть я буду, получается, мариониткой в чужих руках. Вот это про закон почему-то я совсем вообще не думаю, вы сейчас говорите. Но вы говорите очень важные вещи, да, что нужно встать на сторону подростков, да, и чтобы они видели в тебе, они могли доверять, да, видели в тебе какую-то опору и какого-то, ну, наверное, друга или человека, который не осудит, да, может быть так. Потому что даже вот моя реакция, когда я рассказывала о том, что если я увидела подросток, да, себя как-то не так ведёт странно, у меня первая реакция, наверное, как-то больше осуждение, какая-то оборона. А вы, как сказали, у вас другая реакция, вы наоборот подойдёте и по-доброму спросите, то есть на его сторону встанете и спросите, как у тебя дела, вообще что с тобой происходит, да, то есть вот совсем разные же такие поведения. Мы проводим наши обучающие семинары для и педагогов, и всеобучие для родителей. Ребёнок во взрослом должен видеть доверие какое-то, да, взрослый должен вызывать доверие у ребёнка в плане того, что он может обратиться за помощью, да, и вот коллега, наверное, подтвердит, да, что очень многие детки, когда есть значимые взрослые, они меняются. Это, прежде всего, это педагоги выступают, да, это тренера спортивных секций, это педагоги дополнительного образования, которые имеют определённый авторитет, да, и вот как раз-таки вот эта позиция взрослого наставника, который вот взял, ну, скажем, на поруки, да, вот этого ребёнка, который имел какой-то эпизодический опыт употребления, каких-то психоактивных веществ определённых, да, они действительно перевоспитываются, да, действительно у них меняются стереотипы, они встают на тот путь, на который вот хотел его родитель, да, хотела школа, хотели там его друзья, ну, есть такие случаи, есть такие примеры, их достаточно много, когда действительно значимый взрослый меняет ситуацию в ближайшем окружении этого ребёнка. Ну, может быть, вот это вот как раз и является основной, да, какой-то такой ситуацией, когда есть кому встать на защиту, на какую-то, да, быть опорой, потому что есть же ведь ещё случаи, когда ребёнка потеряли, потеряли, и он ушёл потом уже во взрослую жизнь именно с этой зависимостью, и он с ней не справился. Такие же тоже случаи есть, к сожалению. Возможно, да, именно потому что не было рядом кого-то, на кого можно было опереться. Ну, и вы, те люди, которые помогаете, да, ведёте эту работу, не зря вы сегодня в нашей студии, как представители ваших центров, учреждений, да, вы друг другу стало быть полезны в этой работе, необходимы. Ну, у нас абсолютное большинство наркопреступлений совершается в сети интернет. И хотелось бы ответить, чтобы родителям следует обращать внимание на круг общения своих детей, на их интересы, на посещаемые сайты, установленные приложения. И появление денег неизвестного происхождения, банковских карт, гаджетов, каких-то дорогих покупок очень, ну, должно насторожить. И если есть подозрения в том, что ребёнок втянут в какую-то противоправную деятельность, с ним просто необходимо откровенно поговорить и при необходимости обратиться в полицию. Я считаю, что внимательное отношение к жизни подростков поможет их уберечь от беды. Так, ну, тяжело же обратиться на близкого человека в полицию, да? И в то же время не каждый подросток, он пойдёт на доверительный разговор, он откроется. Далеко не каждый. Тем более, если, например, семьи же разные есть. Есть семьи, в которых родители употребляют алкоголь, да, и могут ещё что-то употреблять. И вообще этот разговор не сможет состояться доверительно. Как раз-таки ответом на ваш вопрос о нашем межведомственном сотрудничестве. Вот есть, ну, скажем, негласные такие обмены информацией, что вот есть семья, которая вот состоит на учёте, и мы вот со своей стороны, со стороны педагогической общественности этого ребёнка берём такой незримый круг своего внимания, да? И вот действительно, на первую беседу он может не подойти, вторую беседу он может промолчать, а на третьей беседе он уже с помощью наших специальных инструментариев, да, психологических, он может эту проблему описать, рассказать, и ты уже будешь в числе тех лиц, которым он доверяет. Потому что если ты такой вот, ну, действительно специалист, и борешься за жизнь и судьбу своего ученика, ты никогда не откажешь ему в какой-то минутке провести с ним рядом, да, потому что такие детки, они всегда хотят внимания. И вот если даже мы просто будем сидеть и молчать, он к тебе обязательно придёт второй раз, и действительно во второй раз он уже больше раскроется. Поэтому вот дружба такая, профессиональная дружба с Министерством внутренних дел нам помогает, ну, создавать в республике, знаете, такие межведомственные, очень хорошие проекты и программы, которые действительно работают, они приносят эффективный, такой позитивный результат. И, ну, не хочется громко говорить, но мы даже гордимся некоторыми такими достижениями, да. Республику отмечают на уровне Российской Федерации, что вот, ну, вроде отдалённый регион, мы вот в первой части говорили, да, про это, где вот не такая большая плотность населения, но у нас действительно дети участвуют в творческих конкурсах по антинаркотической тематике и занимают призовые места, становятся лауреатами, да. Поэтому вот наши дети, они очень креативные, и они действительно очень переживают за своих друзей, одноклассников, соседей, именно за то, чтобы дети не в пропасть не упали, вот в эту вот бездну, которая поглотит наркопотребителя. Действительно, от наркотика отказаться очень сложно, когда ты уже употребляешь. Это диагноз, это медицинский диагноз, который вот... Потребляешь то, что тебя убивает, да. Это, по идее, должно остановить. Давайте, может быть, мы ещё раз назовём телефоны, которые наши зрители видели, но для наших слушателей. Телефоны есть центра, да, по которым может позвонить, в принципе, и любой ребёнок, да, которому нужна помощь. Не только родители могут звонить вам, но и сами дети, подростки. И напомним, телефоны полиции, по которым нужно позвонить, если ты вдруг какую-то ситуацию увидел, да, такую вот, ну, достаточно опасную. Это я, может быть, как привит из 90-х, да, абсолютно, на заборе. Сейчас же всё в интернете, действительно, сейчас в интернете больше. Если у вас имеется информация о распространении наркотических средств или о содержании наркопритонов, убедительная просьба сообщить об этом по телефону дежурной части МВД по республике Саха-Якутии и по телефону доверия 42-22-22. Анонимность и конфиденциальность гарантируются. 42-22-22? Да. Такой лёгкий телефон? Очень лёгкий. Ну и телефон нашего центра, куда действительно может позвонить любой ребёнок или родитель, это 507-110. Тоже достаточно. Достаточно легко запомнить 507-110. И там уже от наличия запроса мы уже перенаправим к узкому специалисту, который постарается сделать всё, чтобы эта проблема была решена. У нас остаётся всего 3 минуты до конца эфира. Может быть, я не задала какой-то вопрос, ответ на который вы подготовили. У вас есть возможность информацию дополнить? Ну, я хотела бы, наверное, обратиться всё-таки к родителям, потому что наши дети — это наше будущее. И от того, насколько внимательно мы относимся к своему родному чаду и замечаем и подмечаем малейшие изменения в его поведении, в его внешнем виде, в его успешности в среде сверстников, в учебной успешности, от того будет как раз-таки зависеть его безопасность. А потребность в безопасности — это ведущая потребность, которая мотивирует нас на совершение очень больших и высоких поступков, достижения любых целей. Поэтому, уважаемые родители, если у вас появились какие-то подозрения на изменение поведения вашего ребёнка или есть нерешённые проблемы в ваших отношениях между отцами и детьми, они есть и по сей день, да, актуальны. Поэтому обращайтесь, да, обращайтесь к специалисту. Они не накажут вас, они подскажут вам, да, в каком двигаться направлении и как найти вот эту вот тонкую точку взаимодействия для того, чтобы гармонизировать ваши отношения. От того, насколько родитель будет другом своему ребёнку, вот он подойдёт и расскажет и о том, что ему там предлагали что-то или его попросили что-то там попробовать и так далее. Поэтому, уважаемые родители, всё ваше внимание должно на ваших любимых детей обращено быть, а мы вам в этом поможем. Ну я, может быть, от себя дополню, что мне кажется, что внимание, дополню ещё, во-первых, должно быть обращено у родителя, у каждого на себя, и чтобы он свои какие-то проблемы научился решать не посредством каких-то наркотических, да, средств или алкогольной какой-то продукции, да, а всё-таки как-то по-другому. И если ребёнок будет видеть, что родитель беспокоится о себе, он умеет сам о себе заботиться, то это будет хорошим примером и для ребёнка. И я думаю, что всё-таки дети просто так не употребляют и не идут вот по этой стезе, они, возможно, действительно хотят вашего внимания. Поэтому, если вы будете его уделять, как сказала сегодняшняя наша гостья Татьяна Алёшина, то я думаю, что и не нужно им будет его выпрашивать. Всех я благодарю за внимание и своих гостей, и зрителей, и слушателей. И, конечно, желаю всем здоровья, и пусть такие ситуации встречаются как можно реже, а лучше, что совсем никогда. Всем хорошего дня и оставайтесь и на волне республиканского...